так всем привет с вами алексей шучку хотел показать новую флейту из необычного материала это сякухати но вот она сделана из дерева это дерево бузина если можно так выразиться дерево вообще это выглядит как куст с ягодками принципе в идеале она внутри почти полая там такая пенопластовая пенопластовый такой наполнитель в идеале хотелось просто вытащить этот наполнитель не раскалывая но пришлось раскалывать в любом случае потому что очень тонко это было место с наполнителем довольно массивная вот такая бузина снизу для строя пришлось еще сделать нашлепку из ольхи чтобы немножечко длину увеличить потому что попадала куда-то между нотами хотелось именно четкого строя но есть и плюсы того что она была расколота то есть удалось вывести каналы практически каноничной такой формы то есть сужающийся конус и в конце небольшое вот здесь вот расширение то есть встречный конус еще хотелось сказать о технических сторонах была сделана пропитка то есть пропитка таким особым составом который который мне рекомендовали как аналог лака уруши но потом выяснилось что он нифига не держит влагу поэтому как лак он вообще не годится но тем не менее он очень хорошо хорошо грунтует можно так сказать то есть на звук влияет какая-то пола появляется однородность я бы даже звук назвал каким-то мраморным то есть если взять какую-то каноничную сику хате у нее прямо что скакивает как стекло а мраморный вот как-то немножко немножко более приятен даже так сказал ну еще что исполнена она вот так вот такими грубыми мазками да вот так вот как-то увиделась она сразу внешним видом с апеллирует к чему-то шамански древнему что а еще посмотрел в интернете что слово бузина пишется как элдер как старший да и вот какое-то название теперь такое элдер да а покрытие не закончил собственно забился смысле то есть она была про грунтована вот таким составом из древесных смол местных деревьев то есть там сосна абрикос и вишня в основном абрикос то есть вот так такого рода воздействие еще было сделано давайте послушаем а а а а а а СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот такая флита. Довольно какая-то мощная у нее внутренняя составляющая. Даже тяжеловато на этот раз ее пропустить через себя весь этот поток. И сложно для моего личного понимания. То есть это явно не для меня. Кого-то ждет, к кому-то стремится. Пока еще не знаю, к кому записываю для тебя будущий хозяин. Что-то очень другое по сравнению с моим собственным узором. Но, тем не менее, мощная, уникальная, красивая. И при этом звуковые качества явно можно сравнивать, вполне можно сравнивать с корневыми сикухати. По диапазону я сыграл две октавы и плюс еще нота ЦУ третьей октавы. А вот Ре мне уже было сложно выдуть. То есть где-то на пороге слышимости она была, но явно нужен еще навык. Это как бы более меньший размер от того, что мне привычно. То есть это 1,6, да? А как-то вот привычно уже 1,8. 1,8 всяком. А это 1,6. Поэтому канал чуть меньше, соответственно. И попасть, чтобы выдуть из третьей октавы что-то. Ну, в общем, нужен навык именно конкретно с данным изделием. В общем, наверное, все, да? Все. Всем спасибо, пока.